Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал, особенно я, как всегда, приветствую случайных зрителей, подписчикам же крепко жму руку, а в этом видео посылка, которую я собираюсь распаковывать, даже не помещается в кадр, потому что габариты у нее достаточно внушительные. Категория данной посылки у нас будет дом и домашнее хозяйство, и сразу после заставки канала погнали ее распаковывать! Итак, дом и домашнее хозяйство, более того, могу похвастаться, это очередной продукт от всеми любимой компании Xiaomi, пришла мне из Китая, очень любопытная портативная паровая швабра. Называется она у нас Xiaomi DIRMA DEM-ZQ610, обошлась мне посылка в 4362 рубля, или примерно 67 долларов, добиралась предельно долго для данного вида посылок, 39 дней, приехала она ко мне по состоянию, когда уже оставался всего один день защиты. Ну и поехали распаковывать эту огромную посылку, посмотрим, что же там у нас внутри. Посылка приехала ко мне транспортной компанией DPD, в принципе, эта транспортная компания достаточно неплоха, но вот в данном случае, конечно, сработали они неоперативно. Тем не менее, посылка приехала, приехала ко мне до двери. Так, вот логотип DIRMA. DIRMA Multifunctional Steam Cleaner. Так, немножко поизучаем коробку. Так, модель DIM-ZQ610, размеры 437 на 392 на 208 миллиметров, питание 220 вольт 50 герц, так, вес 2.36 килограмма, полностью в упаковке 3.6 килограмма, мощность 1600 ватт. Так, вскрываем коробку. Так, макулатура на китайском. Так, здесь у нас верхняя площадка заполнена различными насадками, все упаковано в термостатические пакеты. Прикольно. Так, снимаем. Так, здесь у нас идут различные насадки, швабры, ну и сам прибор. Так, емкость для жидкости, съемная. Так, обращаем внимание, что у нас вилка трехштырьковая, то есть требуется переходник на европейские вилки. Ну это в принципе у большинства устройств от Xiaomi, они примерно такого же плана. В комплекте имеется мешок для переноски для хранения устройства, различного рода насадки для выполнения разных задач. Так, ну вот эта насадка, на мой взгляд, напоминает насадку для мытья стекол. Емкость для воды сделана очень интересным образом, то есть водозаборник, чтобы он всегда был погружен в воде, он сделан в виде такого шарика металлического наконечника. То есть если вы переворачиваете устройство, например, так, то водозаборник, он сам опустится туда, где будет вода. Поворачиваете так, он всегда будет погружен. Очень интересное решение нужно отметить. Я наполнил емкость водой, из водозаборника вода, если наклонить ее вниз, она выходит каплями. Так, ну что ж, опробуем устройство в действии. При включении устройства в сеть загорелся индикатор красного цвета на ручке. По всей видимости, устройство готово к парогенерации. Давайте с вами включим режим. Субтитры делал DimaTorzok Друзья, нужно отметить, что устройство с первой пробной задачей, это чистка оконного стекла, справилась достаточно хорошо. Нужно отметить, что я еще не очень пока умею с этим устройством управляться, но стекло у меня действительно сверкает. Мне это нравится. Нужно более детально, конечно же, разобраться с режимами работы устройства, со всеми его насадками. Сейчас же в рамках этого видео у меня была задача просто убедиться в работоспособности устройства и попытаться его проверить на какой-то реальной задаче. С чем устройство с честью справилось? Насколько я знаю, информации пока об этом устройстве в русскоязычной части интернета не очень много. По-моему, даже и видео никаких об этом устройстве русскоязычных нет. Поэтому любые вопросы о этом устройстве я предлагаю обсуждать в комментариях под этим видео. Со своей стороны, я постараюсь отвечать на все вопросы, имея это устройство практически. Конечно же, в первом комментарии под видео ждите от меня достаточно подробное описание всего устройства относительно тех насадок, которые в итоге я опробовал. Для каких задач, насколько с этими задачами устройство справляется успешно. В планах есть попробовать очистку кафельной плитки, очистки кранов и многого другого, что заявлено в возможностях устройства производителем. В целом же устройство производит достаточно добротное впечатление, удачная ручка, небольшая емкость для воды, большое количество насадок. По-моему, все достаточно эргономично. Соответственно, данное видео, распаковку и небольшой тест пока что мне разрешите заканчивать. Возможно, в будущем я буду доснимать еще какие-то дополнительные тесты этого устройства. Ну а на сим, соответственно, я вас пока что благодарю за просмотр моего видео до конца. В конце у меня, как всегда, формальности. Спонсорами этого видео являются международные площадки Алиэкспресс, Тимол и Джербест. Список лучших товаров по моей версии, как всегда, ищите в описании к видео. Там же ссылки на линейку неплохих кухонных комбайнов от Бош с сайта Тимол. Недорого и с достаточно хорошим качеством. Все, друзья, я же вам желаю чистоты и порядка в вашем доме. Будьте во всеоружии. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok